Развитие в РосХВЕ и самого Институту РосХВЕ более невозможно. Половина участников этого союза поражена вирусом, апатией и недеятельностного сна. Находясь в забвении, они молчат, опасаясь за то, чтобы не было хуже, чем есть. Но есть еще и добрая половина, наполненных жизнью лидеров, не находящих возможности самореализоваться. Призываю вас, мои братья, задумайтесь, сколько бы мы могли достигнуть вместе, если бы не предательская политика начальствующего епископа Сергея Риховского. С участием лучших модераторов и игротехников России были разработаны, согласованы, блестящие концепции развития РосХВЕ и всего евангельского христианского сообщества страны. Из-за тихого саботажа под влиянием кураторов из ФСБ, концепцию, изложенную в религиозных философских тетрадях, задвинули и свели к формальности отчетам об успехах ее внедрения в отдельных общинах. И это сделано нарочно. Не давать укрепиться своей позиции евангельскому христианству в угоду проводимой Кремлем совместно с Русской Православной Церковью политике способствовал начальствующий епископ Сергей Риховский. Это мое убеждение строится на фактах, что эти ценные наработки до сих пор находятся в открытом доступе, не востребованы в первую очередь заказчикам проведенных сессий стратегического планирования. Реформы РосХВЕ провалили. Мне хочется верить, что если бы Русская Православная Церковь не сыграла бы свою симфонию с властью и не превратила бы концепцию русского мира в имперскую дубинку, то сегодняшних трагестических событий на Украине удалось бы избежать. Я также понимаю, что сегодняшнее РосХВЕ реформировать за счет уставных процедур уже невозможно. Сергей Риховский перестал думать о развитии этого союза. Он думает о сохранении лишь собственной власти над евангельскими христианами России. Для него главное, чтобы приглашали на кремлевские банкеты и провластные СМИ. Он готов клеймить Навального, называть фашистским режимом власть в Украине, угождать во всем властям. Главное, чтобы не лишили почести, к которым он так привык за годы сладкой жизни при дворе. Своими высказываниями в поддержку братоубийственной специальной военной операции, сокращенно войны. От имени союза он дискредитирует всех служителей, в него входящих. Поэтому я предлагаю всем людям, у кого есть честь и совесть, покинуть пораженный ФСБшным духом РосХВЕ и переучредить новый союз евангельских христиан, который мы построим на отношениях равенства и братской любви. Главное, на заповедях Божьих. Где ни убей, не отменяется политической целесообразностью. Пора сбросить с себя нанесенную временем пыль неуверенности и беспомощности. Общество ждет новых авторитетных лидеров, готовых называть вещи своими именами, которые не боятся указывающих власти на аморальность и бесчеловечность ее решений. Гражданам России нужны новые правильные моральные ориентиры. Давайте ими станем. Прошу всех, кто готов обсудить проект переучреждения, обращаться ко мне по контактам, указанным в описании к ролику. Благослови вас Господь!